Эта передача, я все не могу понять, она способствует продвижению ценностей феминизма или наоборот? И хотелось бы узнать ваше мнение. Да, Паша, знаешь, один мальчик тоже так пил, пил, чай много думал, потом раз и умер. Правда? Я Лариса Гузеева, в эфире «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты – Надежда, Диана и Вера. А жених у нас – Павел. Пошли. Павел, 29 лет. Все его романы были виртуальными, а единственная девушка, которую он по-настоящему полюбил, не пришла на свидание. Павел – переводчик с английского, блогер. Пишет саркастические стихи, музыку и размещает свои произведения в интернете. Гордится тем, что у него более трех тысяч подписчиков. Признается, что не имеет никакого образования. Предупреждает, что боится женщин. Павел никогда не свяжет свою жизнь с рафинированной красоткой, с хорошими манерами. Его избранница должна быть близка ему по духу и немного испорчена. Боже мой, Паша, сколько чая. Да. И прям весь выпьете? Я думаю, да, это мой обычный режим стандартный. А не на дудоне что-то нам нет в кресло? Думаю, нет. Как тебе жених? Прикольный. Мне сказали, что вы такой модный персонаж в интернет-пространстве, да? Я думаю, скорее, поэт, который постепенно забывает. Было несколько успешных видео, они выстрелили и дальше все. Вы откуда приехали? Из Кирова или Вятки. А откуда такая патологическая боязнь женщин? Почему только виртуальное общение? Отчасти это боязнь сюрпризов. Вот скажем, человек любит предвидеть, что будет. Вот почему я не играю на бирже? Потому что на бирже у меня нет нужных навыков, чтобы чувствовать себя хорошо. А откуда навыков взяться? Вы не то, что высшее образование не получили. Вы даже школу не закончили. Конечно. Поэтому вы не играете на бирже. Но женщины, они еще более непредсказуемые. Валенок какой-то. Ну, просто волнуется. Никогда раньше, наверное, не снимался. Вот ваш же страх-то все-таки не остановил. Вы приехали в Москву на свидание с девушкой? Расскажите, что там была за история. А, ну, в общем, всякий раз, когда я приезжал в Москву, моя старая знакомая в Москве, с которой мы общались по интернету здорово. Вот. И мне много в ней нравилось, что у нее глаза исчезают, когда она смеется. Словно у японского персонажа из мультика. У нее был отличный юмор. Она не скрывала, что любит сало, что любит выпить. То есть это вы виртуально выяснили или как? Виртуально, да. Но она была жирная при этом? Нет, она не была жирной. Выпить любила? А, да. Материлась? А, ну, выражалась. А сколько ей было лет? Ей было на момент, ей было 26 лет. А сказать, почему она не скрывала ничего перед вами, ела, что хотела? Потому что она за мужчину меня не считала. Да, потому что она вас не любила. Потому что когда мы влюбляемся, мы при мужчине то, что есть, не можем. Мы слово сало выговорить не можем. Потому что мы сразу хотим казаться таким эфиром, понимаете? Что мы исключительно роса питаемся и лепестками роз. А вы были таким своим парнем, перед которым можно было и в зубах поковыряться? Ну, мне кажется, это на самом деле, может, он тебе и подходит даже, потому что... Почему? Ну, он такой странный, ты странный. А были с ней близкие отношения? Она ни разу не пришла на встречу. Всякий раз, когда я была в Москве, я ей звонила, она... Ела сало? Просто говорила, что не может, но так ела. Потому что чеснок. Не может ехать в транспорте. Ну, ладно, ну, хорошо, Паш, я не поверю никогда в жизни. Вы романтичный человек, стихи пишете. Кстати, хотелось бы что-нибудь из ваших творений послушать. Ладно, стихи, что в них романтичного? Точный расчет? А я не знаю, я не слышал никогда. А, прочитать? Да. Ну, чтобы я хотя бы имела представление. Может, лучше не надо, я... Лучше надо. А то мы вас как-то не можем прочитать. Быть великим поэтом, по-вашему, просто? Да, согласен, несложно, справляюсь шутя. Славу меряют сотнями лиц на погосте. Да, согласен. Однако, постойте. Хотя, я вообще человек выдающийся, выдающийся, пишущий, пьющий, пьющий, льющийся, из тары бьющийся, из-под льющегося тару бьющий. Быть великим поэтом, по-вашему, просто. Не так сложно. Поверьте, управлюсь без вас. Ах, слушайте, оно гигантское. Давайте не будем. Все, хватит. Вы никакой не поэт. Паш, из какой вы семьи, кто у вас родители? Они медики. Они доктора. И они очень так плохо относятся к моей деятельности, потому что они занимаются реальным делом. Они режут людей. Они хирурги? Да. Нет, секундочку. Мама и папа оба хирурги. Да, да. А я занимаюсь непонятно чем. А как родители-хирурги могли допустить, что вы школу не закончили, образование не получили? Наверное, у меня очень такой упрямый характер. Я могу соглашаться, но все равно делаю свое. А вы с родителями вместе живете? Ну да. То есть в одной квартире? С мамой и с папой? Конечно. И с котом, и с кошкой. А есть еще братья и сестры? Нет. То есть вы один сын и один наследник? Нет. Вас обеспечивают ваши родители? Вы живете за их счет? Ну так. Если бы, например, у вас снимали фильм, это бы был арт-хаус. Арт-хаус – это мое. Что вас содержит на планете Земля? На планете Земля, наверное, незаконченные проекты, незаконченные песни. У меня написано, скажем, такой микроальбом, блатной альбом. Но я хочу его делать в хорошем качестве. Я устал делать в комнате, на камеры записывать. Я все думаю, когда у меня появятся деньги или на оборудование, или на студию. А как они могут появиться, если вы не работаете? Паша, а если вы женитесь, вы куда приведете свою жену? Это сложный вопрос. Я считаю, что, знаете, жить под одной крышей с посторонним человеком, а жена – это все-таки генетический неродственный человек, это, мне кажется, очень тяжело. А ваши родители живут в согласии, или они разведены? Ну, я бы не стал давать комментарии. Нет, просто мне хочется узнать, откуда… Это личная жизнь, это частная. Нет, откуда. Я же не задаю вопрос, как их зовут, как фамилия, номер паспорта. Просто мне хочется узнать, откуда вот эта нервозность, откуда такое недоверие, откуда вот такой прилепыш к интернету, откуда такая зависимость. Куда смотрели родители, и смотрели ли они? Хороший вопрос. Вот смотрите, я совсем недавно о себе такую вещь открыл. Один человек в своем видеоблоге рассказывал, что вот есть люди-экстраверты, и характеристика, что они подпитываются, вот всей этой энергией толпы случайных людей, а интроверты устают. Я услышал это из уст этого человека. А вы интроверты? Я не замечал за собой. Я думал, что я экстраверт. Я хотел переучиться на экстраверта. Где-то в 2012 году я пытался увеличивать количество друзей, больше общаться. И произошел срыв. И только недавно я понял, что возможно... Конечно, это у вас переобщение, это вам всего 29 лет. Конечно, какая-то есть обида на кого-то, на что-то. Конечно, проглядели, просмотрели. Поэтому мне хочется сказать вам, что мир прекрасен. И если вас в этой жизни держит какая-то любовь, неважно к чему, к собачке, к бабушке, к соседу, к соседке, это не имеет никакого значения. Вот это вот чувство, когда вы прямо, знаете, задыхаетесь, бежите по лестнице, и вам хочется этого человека увидеть и потрогать. Вот я очень хочу, чтобы вы сегодня, может быть, встретили девушку. И не нужна вам порочная. Посмотри на него, он такой забитый совсем. Мне кажется, что он думает, что на него нет трудов никакого абсолютно дела. Спойте песню, да. Да, на самом деле, вы чуть-чуть не так. День святого Валентина, Приведя дела в порядок, Я повешусь, как скотина, Без долгов и без оглядок. Я повешусь в феврале, Ну а ты, в начале марта, Нету жизни на земле, Без любви и без азарка. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Спасибо. Хотелось бы думать, что вы действительно хотите любви, потому что только женщина может дать вам возможность открыться миру, полюбить себя в первую очередь и быть счастливым. Любовь, он очень сильно найти хочет, он хочет создать семью, и по себе у него уйдет трое детей. Вы школу-то почему не закончили? Просто проблемы с коллективом, проблемы, так сказать, с интеграцией в коллектив людей. Экзамены можно сдавать. Ну, ненавижу людей я, ну, понимаете? Так а что вам не дают-то? Мизантроп, да. Я думаю, что я просто устаю, они сосут из меня энергию. Вы знаете, мне вот так рассказывали, в принципе, я с этим согласна. Если вы кругом видите свиней, значит, вы кабан. Понимаете? По-другому никак. Тебя устраивает то, что он не будет общаться с твоими друзьями, потому что он ненавидит людей. Такое, что-то вполне, знаешь, мне будет не обидно. По поводу того, что вы не любите людей, в первую очередь, я думаю, что вы не любите себя. Конечно, нет. Да, я очень самокритичный. Вы не нравитесь самому себе, поэтому вы как бы скрываетесь. Я не собираюсь вас переубеждать, я вижу вашу карту, и переубедить вас невозможно. Вы такой, какой вы есть. Это было бы глупо как-то пытаться вас изменить. Я верил в это все. Вы идете по самому простому пути, по наименьшему сопротивлению. Ваша жизнь, как пластмассовый помидор. Вот он вроде бы красивый, вот этот виртуальный мир, вроде бы такой вот приятный, и вроде бы хочется его съесть, но он не пахнет, но у него нет вкуса, и он не несет жизни, он не может никого накормить. Далья, а что вас связывает, извини, с Павлом? Ну, на самом деле, мы с ним вместе учились в той самой школе, которую Павел потом бросил, с первого класса. Вы ходите к Павлу в гости? Постоянно, да. И он ко мне ходит, он сейчас, например, живет. А скажите, родители гостеприимные, Паша? Да, очень. Вот вы женаты, я вижу, да? Конечно. И детей-то поди у вас уже нет? Нет, детей пока нет. Недавно женился. Скажите, а жене нравится ваша дружба вот такая с Павлом? Жена Пашу обожает. Обожает? Вера, может, он такой просто сейчас, то, что он в образе. А зачем он пришел в образе сюда тогда? Лиза. Показано ему по карте жениться, Лид? Дело в том, что, конечно же, он никогда не женится, потому что он к этому не стремится. И это ему абсолютно... А кому он нужен? И абсолютно... Нет, это в первую очередь ему не нужно. Во-вторых, у него нет силы воли что-то изменить и менять себя. У него в первую очередь нет этих внутренних сил. Кто виноват? Он так устроен, а социума никуда не дает. Скажите, а с родителями общаетесь? Общий язык есть? Я, конечно, общаюсь, но общение такое не очень большое. И не трогайте меня. Я не скажу, что я... Ой, мама, у меня новая девушка. Нет, почему? Меня тошнит от такого. Почему? Объясните. Потому что есть сферы в жизни. Родители – это одна сфера, личная жизнь – это другая сфера, профессиональная сфера. Хорошо, а тогда вот что вас с родителями сближает? Как вам и когда приятно с ними проводить время? Я не скажу, что что-то сближает. Так, я просто признаю, я... Да, сейчас с родителями говорят, у него как-то взгляд гружен стал. Вы с ними здороваетесь утром? Говорите доброе утро и спокойной ночи. Ну, сближает, может быть, любовь. Есть любимое блюдо, которое вы иногда просите мам приготовить? Знаете, любовь к английской литературе. Мне кажется, с меня... С родителями, да? Да. Хорошо, когда вы болеете, вы можете покапризничать, и мамочка вам больному, я не знаю, готовит ваше любимое блюдо? Скорее наоборот. Когда я болею, я отказываюсь от всего. Они медики, они сразу мне прописывают. Лечись этим. Я пытаюсь выздороветь сам, дальше не могу выздороветь сам. В итоге вырожден пить еще больше. Вы скучаете по ним? Иногда у вас в сердце вот прям хочется вот так прижаться, обняться. Я бы не сказал. Это надо реально долго отсутствовать. У вас родители наказывали в детстве? Наказывали как-то, я не знаю. Есть что-то, что вы простить не можете? Нет, не наказывали. Все, давайте уже знакомиться. Я хотела последнее сказать, что вот Солнце, Меркурий, Венера, Водолеи, это именно человек, который жаждет свободы, жаждет того, чтобы к нему никто не приставал, быть в уединении и, соответственно, равноправие о том, о чем говорит, и разрушение традиций, конечно. Встречайте невесту. Привет, жених. Привет. Ты для меня не фрик, ты очень талантливый. Спасибо, спасибо. А ты подписана на мой канал? Нет, еще не подписана. Ну, честно, о чем говорите? Проходите. Ну, вот сейчас познакомимся и, возможно, подпишусь. Окей. Надежда, 27 лет. По образованию культуролог. Называет себя потомственной ведьмой. В совершенстве владеет английским и итальянским языками. Гордится тем, что помогает людям. Предупреждает, что слишком доверчиво. Надежда 5 лет проверяла чувства к будущему мужу на прочность, а через месяц после свадьбы решила развестись. Надеется, что с Павлом она построит долгие и прочные отношения. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда, а зачем вам вот молодой девушке лезть туда, куда лезть не стоит? Не боишься? Я давно практикую магию. Этот дар еще от бабушки мне достался. Обе бабушки у меня ведьмы. И они мне передали свой дар. И я поняла, что этот дар надо использовать, чтобы помогать людям. А откуда вы приехали? Из Белоруссии. Мне кажется, у нее подруга тоже ведьма. Может, они в паре работают? Может быть, вполне возможно. А есть какое-то образование у вас? Да, есть высший культуролог, продюсер-менеджер. И поняли, что ни культурологам, ни продюсерам, ни менеджерам денег не заработать. Да, я поняла. Это в Белоруссии, это вообще, как бы, неприбыль нам. Да, и поэтому лучше голову морочить людям. Почему голову морочить? Что значит голову морочить? Я вам не верю никому, потому что вы ничего не умеете. Я все умею. Абсолютно дутые пузыри на ровном месте. Покажите, что вы умеете. Я много чего умею, так мне карты нужны. Интересно, что она ему нагадает. Хотите замуж? Попробуйте стать стройными. Вам в помощь диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Ешьте и худейте. Диета Елены Малышевой. Набор еды для снижения веса. Заказывайте на сайте dietamalushевой.ru или по телефону 8 800 555 30 44. Черничный джем «Махеев» приготовлен из цельных спелых ягод. Полезных и детям, и взрослым. Мои домашние так его любят. «Махеев». Вкусно каждый день. Что надо сделать? Расслабьтесь. Я просто сейчас сяню себе карту. А, к вам подойдите? Да, ко мне подойдите. Сядь, сядь, ты не волнуйся. Я не волнуюсь. Я сама такая уже. Ну, сдвигайте. Себе? Да. О, сдвинула. Хорошо. Сейчас я сделаю расклад. Давай. Ручоночки-то трясутся? Нет, не трясуется человек. Руки трясутся, встали переживать. Хорошо. Сейчас нагадают что-нибудь не то. Это магический трюк, чтобы обмазать зрение. Ой, что-то у меня рука за часа. А то, говорит, денег не обручь. Знаешь такую фишку? Когда рука вот эта чешется, деньги уходят. А если вот эта начали здороваться? Опа. Да? Подмышку денежка пришла. Ну что, она не подмышку. Она должна от карманчика чесать. Много ругаетесь, я вижу ссоры какие-то, привычка. Я его бью просто. Ну. Денег не приносит. Специально чугун, растоворотку купил для этого. Да, теплоновую. А, теплоновую полегче, что ли? Полегче. Слушай, это вообще, ну, сотрясение было. Надюш, скажите, а вот ваши отношения с мужем, почему? Садитесь, моя дорогая. Да, хорошо. Почему не разложили себе вот так вот по картам, не предостерегли себя? А я это все видела, все знала, но мне хотелось его маме доказать, что я его заполучу, если захочу. Потому что его мать три раза свадьбу нам сорвала. А почему мать его была против вас? Это просто ревность женская. Может быть, стоило найти общий язык? Я пыталась. Она даже в первую брачную ночь к нам пришла милиция, потому что не успела я переступить порог квартиры. Как его мать начала, ты увела у меня сына. Он мой сын. А сколько лет было вам? Мне было 24. А ему? 26. Родителям никогда не надо власть в отношении. Ну, свекровь знала, что вы, да? Она знала, она много раз ему говорила, что я приворожила его, но я приворотов на него не делала. Я не буду никогда привораживать ни одного парня, потому что я себя уважаю, и мне такая любовь не нужна. А что еще можете из услуг сделать? Я еще порчи навожу. Порчи? А зачем? Да. Ну, порчи я навожу только, когда считаю, что это будет справедливо. Она конкурентам своим не будет порчу строить? А порчи, это значит, что-то здоровье будет плохое, потому что у меня такое ощущение, что он меня наводит порчу. Вообще здоровье ухудшается, ухудшаются отношения в семье, в личной жизни. Как расстались со своим мужем? Ну, вообще, я просто в один прекрасный день сказала, выбирай либо я, либо мама, и ушла. Ну, и сказала, что давай, либо подавай на развод, иди, либо переезжаем жить отдельно от мамы. Он хотел детей от вас? Он как бы то хотел, то не хотел, постоянно как бы колебался. Надя, а у вас какие отношения с вашими родителями? Ну, у меня с родителями нормальные отношения, с папой общаемся, хоть папа с мамой не живет. А вы боитесь чего-нибудь, Надежды, вообще в своей жизни? Нет, я ничего не боюсь. Я люблю деньги. Ой, у нас денег нет. Ну, не страшно, я зарабатываю. С кружкой. Я зарабатываю достаточно, чтобы жить в Москве, чтобы все было, что я хочу, и всегда получаю то, что... Нравится? Женит-то. Да, нравится. Он не будет препятствовать моей деятельности, он не будет вмешиваться в мое личное пространство. Скажите, а детей вы хотите, вообще, вот как вы представляете свое женское счастье? Ну, ребенка я хочу, ну, даже если вдруг без мужчины рожать, то для себя. Смотрю на нее, и он мне все больше начинает нравиться. Я хотел задать вопрос. Вот говорят, знаете, в героях есть магия земли, магия воды, магия огня, магия воздуха. Которую магию вы качали себе? Магия огня. Магия огня, клево. А вы магия воздуха, а воздух разжигает огонь. Ну, хорошо. Йо-йо. Я тут хотела еще монетку на деньги заговорить для вас, Роза. Я Лариса. Роза она. Это не страшно. Это ерунда какая. Мне вопрос. Ну, нет, я хотела все-таки Ларисе. Ларисе, тебе вопрос. А вопрос или что мне? Нет, монетку. Я хотела монетку на деньги заговорить. Ой, нет, это мне заговаривай, не заговаривай. Если я не выйду на работу или не пойду на гастроли, мне хоть обзаговаривайся, я денег не получу ниоткуда. А у вас есть? Нет, такого не было никогда в жизни. Он даже, кстати, в этой теме тоже шарит. А она его, смотри, как взгляды пепелит. Пепелит его прям взглядом. Покажите сюрприз? Да, конечно. Жених, пошли на сцену. Я тебе хочу погадать. Здесь? Да, прямо здесь. Дай руку, пожалуйста. Вот это вот называется маятник. Я буду гадать ему на маятнике. Ты найдешь себе невесту на этой передаче. Но она будет намного сильнее тебя по характеру. Но она не будет перекрывать тебя, перекрывать твою индивидуальность. Она поможет тебе раскрыться. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, что у вас три бонуса, да? Общение наедине, семейная тайна и скелет в шкафу. Что выбираете? Давайте скелет. Мы оживим его с помощью черной магии. Отлично. У меня как раз есть дух помощника, который я себе привязала на одном из кладбищ, во время одного из обрядов. Поэтому вот... У вас барабашка, что ли? Нет, это дух... Вот это и есть дух помощника? Ну, дух помощника я привязала, и он постоянно следует за мной. Я им не хочу говорить, потому что он мне помогает во всех обрядах. А нельзя говорить, да? Смартфон это? Да. Я бы вообще испугалась, если мне такое сказали. Лучше он. Смартфон. Девочки, забирайте реквизит и ступайте с Богом. Вот мне вызывает жалость, Надя. Просто вызывает жалость. Вот такой жалости и сострадания. Вроде все у нее есть. И прихорошенькая. И такая все миниатюрная. Но вот кто-то сбил ее вот так с панталыгия. Виталий, а вам так? Ну, вообще, если честно, я считаю, что в этой женщине есть что-то коварное. Надо было все нормально рассказать. Что за дух? Как ты его привязала? Как это все произошло? В чем проблема-то? Еще один бесполезный член. Вам понравилось, да? Член общества. Я бы сказал, она не ответила, что магию огня знает, это хорошо. Магия земли важнее немножко. Она позволяет телепортироваться. Скажите, а вы в дурачка играете или вы дурачок, по-правде? Вот я вот уже на 20-й минуте хочу вам сыграть. Я пытаюсь быть на вашей стороне, а оно не складывается. На самом деле, знаете, Лариса, лично я воспринимаю Пашу как интересного собеседника, как хорошего старого друга. И каждый раз он приходит ко мне с какой-то новой идеей. Вот сейчас у него идея-то феминизм. Ему это очень интересно. Роз, как тебе невеста? Ещё один бесполезный член общества. Вообще, сегодняшняя ситуация, вот что вы, что это, вы мне напоминаете просто пищевую цепочку. Мы на вершине, остальные люди работают, но мы на вершине. Нет, просто вот всё, вот никакого другого смысла я вас совершенно не вижу. Чего тут это? А зачем в природе паразиты? Вот смотрите, есть черви, гельминцы, сосальщики. Нет, паразит хоть кто-то что-то делает, а вы вообще ничего не делаете. Лида, как тебе невеста? Ты ведь в астрологии? Нет, не верю. Она несёт абсолютную, конечно, чушь, которую она сама себе придумывает, но вот за счёт своей вот этой уверенности и напора она хочет продавить другого человека, который более слабый, например. И, соответственно, ему там навешать лапшу на уши для получения денег. Это женщина, которая действительно может управлять другим человеком. Слушай, а это же ведь незаконное. Это же вот практически аферистка получается. Ну почему аферистка? Они же добровольны, они добровольны, они не платят, деньги. Так вот, по поводу надежды. Конечно, она всё себе придумала, ей очень хочется добиться, и это всё очень внешне, это всё благодаря просто своему напору. Ну правильно говорят, что конфетка, она сверху в пантик-то красивый. Встречайте, невеста. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Я человек творческий, я думаю, как и ты, неординарный тоже. И люблю посмеяться над собой. Мне кажется, может в дальнейшем получиться так, что нам будет с тобой очень весело. Диана, 21 год. Модель, певица, пародист. По образованию педагог адаптивной физической культуры. Мечтает стать известной женщиной-комиком, как Вупи Голдберг. Гордится тем, что у неё нет комплексов. Супруг в порыве гнева растоптал свидетельство о браке, а вместе с ним и чувства Дианы. Надеется, что Павел не склонен к агрессии. АПЛОДИСМЕНТЫ И что, прям правда, никаких комплексов вообще? Мне кажется, я была более закомплексованная, когда была вот поменьше, похудее. У меня было больше комплексов, чем сейчас. Сейчас я чувствую себя отлично вообще. Не, ну сидит красавица, пушнотелая, и рассуждает о том, что нет комплексов. Естественно, потому что сидела бы Дрич на вашем месте. Три волосинки, впалые грудь, без зуба, и рассуждала бы, что у неё нет комплексов. Я бы поняла. А у вас они не должны быть. Потому что вы, правда, такая русская красавица. Это всё чай пьёт. Водохлеб какой-то. Вам 21 год, вы уже успели побывать замужем? Да. И что там с мужем? Что такое случилось? Что за истерика, когда он растоптал свидетельство о браке? Ну, как выяснилось, просто мой муж оказался не совсем адекватным человеком. А сколько вы с ним встречались до свадьбы? Если честно, мы встречались с ним всего где-то месяца полтора, наверное, два. Вот так вот. И что за напасть такая вас в ЗАГС толкнула? Не знаю. Просто у меня до этого были отношения. Они длились около трёх лет. И они вот почти должна была состояться свадьба. Но мой парень изменил меня с моей лучшей подругой. Какой ужас. И я очень долго отходила от этого. Когда вот он мне сделал предложение, думаю, почему бы нет? Вот я вышла замуж и пожалела об этом. Какая кровь у вас, кроме русской? Кубинская. У меня дедушка кубинец. Она же младкая лимитиска. Вам нравится Павел? Павел, на самом деле, очень интересный человек. Я вот так вот посидела, понаблюдала. Если честно, мне на самом деле кажется, что себя он ещё не нашёл всё равно. А вы качестве мужа его видите? Своего? Ну, я так не могу сразу сказать. Не могу сказать. Ну, зачем вы у тебя был похожий? Ну, как это вы не можете? Ну, как это вы? Ну, я не могу, то есть сидит передо мной человек. Ну, понравился вам мужчина или нет? Ну, не знаю, в этом образе я не понимаю, пока не вижу. Шапочка вот эта, которая не стиранная полной водой. Его невозможно раскусить, да, если бы мы видели его в привычном носе. Правда, невозможно? У него крупными буквами всё прямо написано на нём, на теле, на лбу. В Советском Союзе он бы в тюрьме сидел, бы за тунеядной. А вы менисты, это чтобы не платить за вас в ресторане, не открывать дверь у вас перед носом и не подавать вам шубку, понимаете? И шубку эту не покупать. Если бы его вот этот энтузиазм, да, правильно повернуть, да, небольшую строгую нотку в голосе, то да-да. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Лидия дадут вам совет в любое время, а мы прервёмся на рекламу. Павел, а вы вообще хотите своё продолжение? Вы, в принципе, хотите детей? Я даже не спросила вас об этом. Я не думаю об этом, учитывая перенаселённость нашей планеты. Я не считаю, что это особенно нужно. Я бы, например, не советовала вам уйти. Вы же не хотите ответственности. Ну, я сам не хочу, да, конечно. Конечно. А ребёнок же это огромное ответственность. Можно вопрос, уважаемый сударыня? Диана. Да, памяти на имена нет, на лица ещё нормально, на имена нет. Я слушаю, я слушаю. Вы хорошо знаете испанский язык? Нет. Почему же так? А с дедом общаетесь на каком? Я не... Как сказать вообще? Ну, то есть я говорю это маме, мама уже там как-то... И они пишут, то есть, ну... Так обидно. Вот так вот. Это так грустно. Мама, зачем? Просто у меня вот... Моя попытка выучить испанский, она закончилась просто провалом. Мне не хватило терпения. И эти же... Ещё по сравнению с латынью, он такой немножко корявый. Понятно. Спасились. Покажите, смотри. Да, только мне нужно буквально прям... Давайте, прям ждём. Они друг друга не подходят. Мне кажется, Павел в старости пожалеет о том, что он свои знания только копит-копит, да, и не сможет передать... Если не завянет у компьютера. Скажите, а вот это такой инфантилизм у Паши, как вы думаете, почему? Потому что родителям было не до Паши? Я не думаю, что в этом причина. Мне кажется, что... Абсолютно инфантилен просто, если вы мне не скажете, ему 29 лет. Как раз наоборот, потому что родители его очень любят. И отсюда развился, скорее всего, развилась вот эта зависимость от них. Я согласен с этим анализом. Ну, было бы скучно жить на земле, если бы не было чудиков. Но мне нравятся чудики добродушные, а вы чудик агрессивный. Но я же мужчина. Мужчина должен морды бить. Мужчина – это тот, который отвечает хотя бы за собачку или за змеюшку, которая у него в ванной живет. Вы не отвечаете ни за что. Тетки какие-то злые. Да. Мы же бедного парня загоняли. У Павла свое совершенно мировоззрение, свой взгляд на этот мир бессмыслен. То, что мы сейчас говорим, вызывает у него внутренний смех над нами, что сидят три курицы и там чего-то вещают. Да ладно, что ли? И на самом деле вот это и вызывает агрессию. То есть попытка залезть, что называется, в душу, слишком глубоко, она вызывает вот это вот, желание это отвинуть. Да кому он нужен, чтобы к нему там лазить-то? Вам нужен, вы в последнее время слазили и не разу все. И что там лазить, и что там смотреть? Бедолада. Просто это новое поколение, очень много молодых ребят, которые живут в этом виртуальном мире, живут в этом интернет-пространстве, которые, в принципе, это, знаете, как диванная армия, которые, в принципе, ничего не делают. У них все бои и все, вся жизнь их проходит там. Но они ничего не создают и ведут к разрушению. Так ты ему хоть, может, на пользу пойдешь, все-таки он повоевать-то. Он же хочет, чтобы руководили. Вот и пусть воюет. Давайте посмотрим на сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, его зацепило. Знаешь, кого он выберет на фоне этих двух девушек? Ее. Тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, девочки. Проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Блин, ну ты прям вообще зашла. Да. Обожаю имя Виталий. Так зовут моего брата. Так что, Виталий, как вам невеста? Ну, мне кажется, что в этой девушке есть что-то распутное. Вы видели, как она изображала Киркорова? Я после этого... Милая, очень робкая. Виталий более традиционный человек. Мне кажется, она здорово сломала вот эти... Что женщина оделась в мужчину, вышла и взорвала зал. Это круто. Молодец. Он меня правильно понял. Он меня правильно понял. Все. Мне понравилось, что она сделала. Так сложно сказать, в общем-то. Она красивая внешность. Да, очень. Необычная и... Необычная, да. Ну, в общем, в ней есть много плюсов. Роза? Нет, Дианочка мне очень понравилась, но только это не для вас, в общем-то. Она нормальная. Ей замуж надо. Встретят хорошего мужчину. Сразу, Дианочка, хочу сказать. Самая лучшая возможность сохранить отношения и брак, рожай как можно больше детей. Ну, конечно, она вышла и покорилась. А это пускай детям. Ну, ты ему понравилась явно. Венера Вовни говорит о том, что она проявляет инициативу даже, может, первая подойти к мужчине. Она любит, чтобы за ней ухаживали, чтобы мужчина был бойкий, воин защищал ее. Она, конечно, традиционная. Она хочет традиционной семьи с мужчиной, который будет выглядеть как мужчина. Конечно, он ей должен побольше и постатнее быть. Ну, да, ты такая. Правильно она говорит. У нас осталось два бонуса. Семейная тайна и свидание наедине. Я хочу остаться наедине с Филиппом Кирклородовым. Пожалуйста, я вам разрешаю. Проходите. А где его искать? В этой комнате. Привет. Всем привет. Вау. И здесь чай? Ну, круто. Все, выпьем? Справимся? Давай, попьем. Или еще? Вон, блондинку еще сюда. Пусть она попьет. Давай, давай, давай. Вот. Это вы чай. Не, 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 не. Нет, пацаны, зачем снимать шапку? Пацаны. Ну, что вы делаете? Блин, ну, блин. Нет, шапка – это часть моего образа. Нет, не надо. Как-то даже настолько все понятно, даже обсуждать не хочется. Даже говорить ни о чему не хочется. Я, честно говоря, читала его историю и не могла поверить, что у него образованные родители, врачи. Мне казалось, что это его такая придумка. Нет, это честно все. Он абсолютно ментальности сироты, брошенного мальчика. Родители, наверное, занимались сами собой. Когда упустили, Паш? Ну, честно говоря, я ведь не лезу ни в чьи семейные дела никогда, поэтому я не знаю. А, гости, вы же наблюдаете? Ну, да. Вы же дружите, как я понимаю. Какое-то участие должно быть? Конечно. Но, во-первых, я думаю, что в классе в третьем Паша был очень страшным хулиганом. Он клал слюну на линейку и стрелял ей в девочек. Он клеил жвачки везде и так далее. А потом, наверное, в классе в седьмом-восьмом у него произошла какая-то вот такая перемена внутренняя. Он стал увлекаться музыкой, он пошел в музыкальную школу. Он же прекрасно играет не только на фортепиано. Он играет на баянии, аккордеоне, флейте. А у тебя такие маленькие руки? Да, блин, я такая большая, у меня такие маленькие руки вообще. А, кстати, сколько берешь октав? Играешь на чем-нибудь? Блин, я, к сожалению, ни на чем не играю. Раньше, наверное, здесь были попытки такие. Да, были попытки. Блин, я очень хотела научиться играть на гитаре. Блин, гитара так клево. Ну, сложно, у меня запястье устоят. Да, мне мама сказала, говорит, мальчик, у тебя пальчики, говорит, короткие. А что вы? Поезжай к дедушке. Ты не сможешь. Нет, ерунда это все. У него когда-то что-то не получилось? Я думаю, что поскольку он был очень музыкальным мальчиком, он пропустил тот момент, когда все парни начинают бегать за девочками, дергать их там за косички и так далее. В это время он увлекался другим. Когда настала пора заняться девушками всерьез, он не знал, как это делать, и девушки уже смотрели на него, скажем так. Потому что он выглядит как лузер. Да. Как неудачник. И этот момент был пропущен, то есть вот точка невозврата он прошел, а дальше пошло развитие уже в ту сторону, в которую развиваться-то не должен был. Поэтому ему глазами нравится одно, но он понимает, что он с ними не будет никогда. И отсюда вот эти придумки, опять же, про этот феминизм, про друзья. Ты творческий человек. Да, я пою, я пишу стихи, песни. Просто берись на все. Павел, ну, что-то принесла в вашу душу эта встреча наедине? Да, привнесла. Мы попили очень вкусный сок. Я сначала думал, что это будет чай, а оказался сок. Ну, в общем, нормально, сошло. Если бы нас оставили подольше... Так не хочется вас увидеть без шапки. Мы бы... Я так можно попросить, но на полсекунды. У вас волосы там есть? Есть, конечно. Да, ладно. Они такие... Не, ребята, но... Тогда ознакомьтесь с третьей невестой. Пацаны, именно. Добрый вечер, с вами Павел. Я увидела ваше видео на ютубе, влюбилась в ваши стихи и не могла не приехать сюда. А это мой подарок вам. И пусть график вашей жизненной функции войдет в мою систему координат. Ммм, прекрасно. АПЛОДИСМЕНТОР Вера, 19 лет. Студентка научно-исследовательского ядерного университета. Коллекционирует билеты с посещенных ею мероприятий и восхищается арт-хаусным кино. Гордится тем, что окончила школу с золотой медалью. Мечтает работать в государственной корпорации. Предупреждает, что у нее нет недостатков. Статус студента престижного вуза сильно повлиял на характер избранника Веры. Надеется, что Павел станет ей надежным партнером. АПЛОДИСМЕНТОР Паш, что вы там так изучаете? Я смотрю, правильно ли формулы написаны. А, если что, это график кардиоды? Я знаю, знаю, да. Знаете? Точно? Конечно. Это в этой, знаете, в радиальной системе координат, где можно такие красивые фигурки делать. Сферически, да. Молодец, подкатил к нему стартом сразу прям 5+. Вот скажите мне, пожалуйста, Верочка, 19 лет, студентка-отличница. Вам на кой Пашка-то не уч? На самом деле, как бы человек должен быть всегда какой-то, который тебя будет поддерживать во всем. И вот сейчас у меня такие планы на жизнь, что закончу университет, и дальше мне нужен кто-то, кто будет меня вести. Мне нужна будет опора и поддержка. Вы считаете, что у вас прям вот Паша тот самый мужчина, который может взять за руку и в даль светлую вас увести? Мне просто нравится его странности очень. Нравится? Да, понимаете, ну, у меня многие друзья, не все немножечко с приветом, можно так сказать. Что ты говоришь? Да. А вы, у вас все в порядке? На самом деле, не очень. Скажите, а вам нравится вот выглядеть, вам нравится играть в эту игру? Я с приветом. Ну, потому что на самом деле же это не так, это же все же ваши игрушки. И почему вам это нравится? Ну, мы в ней не играем на самом деле, это просто иногда само всплывает непроизвольно абсолютно. Сейчас посмотрим ее, что она из себя представляет. Не знаю, у меня она такая. Ну, знаешь, но они подходят друг к другу. Ну, вот они, да, вдвоем точно, вот они вдвоем подходят очень друг к другу. Когда учился в театральном институте, почему-то считалось нормой ходить в валенках зимой, быть немножко чокнутым, вот так же в грязных шапках. Понимаешь, потому что если вроде ты какой-то обычный, значит, ты бездарный. Потому что мы курили беломор в руку в метро где-то. Что-то такое. Один мальчик доигрался, все время на лекциях играл в пистолетик. Мы понимали, что он просто двоечник, не выучил ничего. В этом изображал что-то. Да изображался, что закончил свои дни в дурдоме. Так что верусь. А у вас какие странности-то? Вы видели то видео, которое я прислала, например, 5 минут от моей жизни? Нет. А давайте посмотрим. Давайте. Учеба, учебай. Если мой муж будет плохо, то... А чем странность-то? Нормальная девчонка. 19-летние какие-то ваши штучки. У нее прям все-то как-то нелепо шло. Я как-то... Даже это видео, все наигранное... Фу. Я вот думаю, Пашка вам на кой? Зачем? Какой с него толк в семье? Просто подружить тоже зачем? Вот в интернете набрали, пообщались. Зачем искать смысл от человека, в принципе? Когда если тебе человек нравится, ты с ним общаешься, и все. И ты сам получаешь это удовольствие. Человек не может быть средством, все правильно, она знает философию. Там... Вы тоже в интернете, да, зависаете? Бывает иногда. А вот с вашим парнем у вас было виртуальное или живое общение? Нет, это живое. Мы в жизни познакомились на курсе под экзаменом. Ну, а потом, как бы, отношение на расстоянии так вышло, что он закончил школу на год раньше, чем я. То есть он ехал в Москву, он сейчас учился в Москве. Ему здесь крышу снесло, да, от Манни Величия? Ну, не Манни Величия, это просто компания такая подобралась. Верочка, а вы хотите замуж детей рожать? Ну, я это рассматриваю в будущем, все как бы... Вот именно сейчас? Ну, не сейчас, нет. Сейчас точно нет. Сколько даете себе времени еще погулять? Ну, лет пять точно. Да по ней видно, что ей надо детей, что она... Верочка, скажите, а вот вам же, наверное, хочется пойти в кино, ну, там, в театр, погулять куда-то, в кафе сходить, правильно? А вы бы хотели, чтобы мужчина за вас заплатил, наверное, это же нормально? А если вы будете платить все время за мужчину, как вы на это... Не, ну, это уже, конечно, переводится. Смотрите. А мы не будем. Не, по-голландски, конечно, по-голландски. А у вас есть младшие братья, сестры? Ну, у меня есть брат, да, младший. Сколько ему лет? Восемнадцать. Какой вы видите свою прекрасную жизнь? Мне главное, чтобы в будущем была эта стабильность и определенность, уверенность в отношении мне. Как бы... Для меня это основное, я считаю. Да, куда она собралась? Жениха ищут, детей не хочет. Надо созреть до этого. Вот вы карьерист, Паша, человек, который не сделал карьеру. Ну, как же, а стремление работать в госкомпании и так далее, это разве не стремление, ну, в дальнейшем строить свою карьеру? Нет, я просто хочу найти себе работу. Это очень хорошо. Ну, нет, это... А про карьеру я не говорил слово. Карьерист, это в американском смысле хорошее слово. То есть, я не имел в виду... Для меня карьера не будет на первом месте, если вы к этому ведете. А почему? Вот, например, у меня вся надежда на ваше поколение. Потому что у меня карьера на первом месте? Зачем? Это похвальная история. Ну, а зачем тогда сюда идти, если карьера на первом месте? Я вот тоже тогда, зачем ей муж, не понятно. Я очень хочу думать, что вы, в которых столько вложено, вы родились в то самое время, когда вам родители могли дать уже очень многое образование в первую очередь. Почему вы-то не хотите? А что вы так стыдитесь? Это неплохо совсем. И то, что вы планируете, это прекрасно. Что у вас есть цель, это прекрасно. Есть цель и жить, это ужасно. Зачем уподавляться? Зачем вы Паше подыгрываете? Нет, я не подыгрываю. Пусть он до вас тянется, а не вы до него снисходите. Не опускайте. Зачем? Она правильно говорит. Покажите, детка, сюрприз. У меня стихотворение. Ой, спасибо. Надежда в мир несу годами, любовь к науке, мой закон. Верна призванию, я направлю все силы атома в поклон. Построю в Индии реактор, отправлю к звездам корабли, но лишь единственный мужчина откроет тайны мне любви. Моя девочка, какая умница. Спасибо большое. Все, на своей физике. Все, девочки, спасибо. Проходите в свою комнату. Что-то немножко разволновалась. Друзья мои, давайте обсудим Веру. Я считаю, что Вера еще сама не знает, чего она хочет. И 19 лет, побойтесь Бога. И 19 лет. Вашему другу на 10 лет больше он не знает, чего он хочет. Конечно. А девочка-отличница учится в университете и мечтает в Индии построить атомный реактор. Она не знает, что она хочет в личной жизни, на мой взгляд. В принципе, просто тебе 19 лет, поэтому они думают, что ты ни к чему не готова. Как только она переспит один раз с Пашей, она поймет, чего она хочет на самом деле. И скажет, слава тебе, Господи, пронесло, понимаешь? Вот и все. Потому что весь ее организм, все ее существо показывает, что ее надо любить круглосуточно. И детей она должна рожать много. А я пока не вижу ни одной причины, по которой Верочка должна хотя бы захотеть лечь с ним спать. Понимаешь? Не воспринимаются серьезно. Верочка прекрасная девочка, она занимается серьезным делом. Она по знаку Зодиака Телец, Луна в Деве, Венера в Овне, Марс в Ольве. Что это значит? Это говорит о том, что мужчина должен быть добытчик, стабильный и защитник. Она действительно традиционная, хочет семьи, будет рожать. Будет прекрасной мамой. Но я ей, значит, хочу дать два совета. Это первое. Верочка, следите за собой, не распускайтесь. Вы девушка молодая. Следите за своей фигурой. Второй момент, обязательно занимайтесь. И вот строите свои планы. Все остальное у вас приложится, вы удачно выйдете замуж. Ну и, конечно, это будет не Павел. Павел расстроился, кажется. А я тебе его не советую. А у нас остался один бонус, семейная тайна. Хотите узнать, что за тайна? У нас есть видео. Сейчас я узнаю. Давайте посмотрим. Дорогой Павел, в нашей семье есть традиция. Вот перстень, передающийся из поколения в поколение. Мы же ем первых дочерей. И традиция эта берет свое начало с конца 19 века. Можете не верить, но все браки, продолжающие эту традицию, заключаются раз и навсегда. Покори сердце нашей дочери. И ты станешь частью нашей истории. Аж страшно. Вот так. Груст ответственности. Папа вообще отлично сказал. Да. Как надо. Парни, надо выбирать. Кого, Виталик, советуете? Честно говоря, мне очень сложно выбирать, потому что Паша очень тонкий человек. И к нему нужно подстраиваться. И ему нужно подстраиваться под человека. Поэтому я однозначно считаю, что ни одна из кандидаток в полной мере его еще не почувствовала. Они еще не понимают, кто он. И он, скорее всего, тоже не понимает, кто он и есть. Паша в 29 лет пока никто. Давайте будем все вещи называть своими именами. Он виртуальный фрик. Все. Пока на сегодняшний день. Из всех, с кем он общался, как мне показалось, больше всего к нему потянулась Диана, которая очень весело на него смотрела, хорошо с ним пообщалась в комнате. И как мне показалось, она отнеслась к нему не как к Африку, а как к творческому человеку на самом деле. Это мое мнение. На самом деле у тебя же это действительно из души выходит. То есть все твое творчество основано на твоих чувствах. Это да. Павел. Кто вам понравился? Что я могу сказать? Да, в общем, все понравились. Вот глупый вопрос, то, что мне нравятся все, я не могу выделить одну. Может же? Ну, знаешь, он как бы... Можно делать выбор. Конечно, надежда. Может быть, вы ее пропишете у себя. Не знаю, что-то сделаете. Это вначале было. Доброе дело. Тоже еще одна заблудшая душа. Но если он зайдет в мою комнату, я выйду с ним, потому что у него просто не раскрыт потенциал. Включите себя, свое сердце, проходите туда, куда вы решили. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Я Кристина, мне 23 года, работаю футбольным агентом. Люблю все, что связано с футболом. Также я люблю кататься на роликах, люблю караоке. Ищу мужчину от 25 до 35 лет со спортивным телосложением, чтобы построить с ним семью. Мы не знаем, выйдет Павел один или с избранницей. Я приглашаю всех. Выходите, давайте его поддержим. У нас нет пары. И слава тебе, Господи! Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Она может воплотить все его желания. Я хочу ублажать ее родителей, я хочу как бы ублажить девушку. А вы знаете, он не пожалеет о том, что он будет жить с течей. Начнем репетиции. Вы даже сейчас сидите с нами разговариваете, но на маму все время коситесь. Почему? Я себя некомфортно чувствую в незнакомых местах, таких отдаленных. Очень чувствительная, тонкая, эмоциональная душа. Вот из нее прям, я называю это прет. КОНЕЦ Продолжение следует...